Народ, всем привет! Ну что, учил-то физкультуре уже в Дубае, сняла вам много контента и скоро выйдет на свою любимую работу. Да, я очень люблю учить детей физкультуре, плавание, футболу. На этот раз, я надеюсь, все будет не онлайн в этом году. Так вот, мне интересны, кстати, отличия моих украинских детей от арабских. И большинство детей, которых я тренирую, 99% это местные эмирации. И я вам скажу так, у 14-летних пацанов точно есть по самому модному айфону. Они очень любят физкультуру, это их любимый урок. Они мечтают стать полицейскими или футболистами. И, наверное, на их 18-летие они точно получат новый Феррари. А в чем же отличие наших детей? Просто интересно узнать мысли именно 14-летних пацанов, потому что... Когда я еще работала в Киеве, у меня тренировались несколько ребят, с которыми я общаюсь до сих пор. Кстати, интересно. Интересно именно то, что ребята все еще со мной общаются, да? Казалось бы, 14-летние пацаны, что у них общего с взрослой теткой. Ну, видимо, чем-то я интересна. Так что я задала пару вопросов про любимый предмет, хобби, что вообще не знают про Эмираты. Ну, давайте включимся и посмотрим. Вы пишите в комментах, что вы делали, когда вам было 14 лет. Может, это был Союз, может, это был уже Украина. Что собирают ваши дети? Какие у них любимые предметы в школе и хобби? В общем, включаемся. Поехали! Народ, привет! Со мной сейчас Миша. Миша, кстати, одно время ты плавал у меня, да? Да. Занимался плаванием, помню. Тебе было три года. Ты меня постоял и сказал, что я уже помылся, я хочу выходить. Такое было. Да, Миша 14 лет, будет через месяц, да? И хочу задать вопросов, узнать, чем живет украинская молодежь. Ну что, первый вопрос, Миш, какое хобби? Ну, я люблю кататься на самокате. На самокате? А я в твоем возрасте, когда мне было 14 лет, в Советском Союзе, собирала складыши от жвачек. Знаешь, что это такое, да? Обертки от жвачек собирала. Вот. И читала книжки на уроках, Дюма в основном. Ну, хорошо, ладно, кататься на самокате. Трюки делаешь? Да. Ты любишь произвести? Молодец, хорошо. Окей, второй вопрос. Какой любимый предмет в школе? Если такой есть вообще, у меня была дискультура. Украинский. Украинский? Ух ты, язык или литература? Язык. Язык. Ничего, так лайк поставьте, очень круто. А какой вообще ты считаешь, вот на данный момент, самый важный предмет в школе может быть для вот 14-летнего подростка? Какой предмет? Химия. Химия, почему именно химия? Смотри, не математика, не английский язык, не украинский, не физкультура. Химия. А что вот химия, она? Ну и математика. Химия, математика. Ну, вообще, интересный такой ответ, не ожидала, честно. Думаю, ты скажешь в школе. Честно. Ну, мой, естественно, любимый пример был физкультура и литература, кстати, тоже украинская и русская. Вот, так, пошли дальше. Еще вопрос, идем. Окей, следующий вопрос. Какой любимый вид спорта? Футбол. Футбол? Ну, ты ходишь на футбол? Играешь в футбол, да? А еще на какие-то виды спорта ходишь? Ходи, называемся на плавание. На плавание, на тэквондо? Да, ходи. Вообще, триф спорта, очень классно. А кем мечтаешь стать будущим? Программистом, наверное. Программистом. Но любимый урок у тебя украинский язык, а считай, что химия важна. Не, ну, прикольно программистом. А футболистом, не, не мечтаешь стать? Ну, возможно, все получится. Возможно. Хорошо. И давай у нас такой вот последний вопрос. Что ты знаешь в целом про Арабские Эмираты? Что и не знаешь? Хорошо, ну, столица Эмиратов. Дубай. А ну подумай еще, какой город еще знаешь? Абудави. Абудави, правильно, молодец. Хорошо, знаешь, кто такой шейх Зайд? Нет. Ну, шейх Зайд это тот именно шейх, который, когда шли нефт, поделился и сделал всех Эмиратцев богатыми людьми. Вот такой вот. Представляешь, чтобы у нас такой был человек? Представляешь? Я пока не представляю. Ну, классно, что молодежь верит. Хорошо, последний вопрос. Как думаешь, Эмираты, они стоят на море, на заливе, на океане? На заливе. На заливе, правильно. Молодец, вот. Ну вот, с Мишей такое короткое интервью. Пишите в комментариях, ставьте лайки. Можете задавать вопросы. Понравилось, не понравилось. Все, Мишань, прощаемся. Ставьте лайки. Ну, вот, неважно, кем Миша станет, программистом или футболистом, правильно? Главное, что любимый язык в школе, родной язык, украинский. Ну, пять баллов. Привет, сейчас с нами Игорь. И Игорь у меня занимался плаванием. С трехлетнего, да, возраста? Да, с трех. С трехлетнего возраста. Сейчас Игорю 14 лет, и вот плавать он все еще продолжает. Какой сейчас у тебя разряд? Третий взрослый. Третий взрослый разряд. Круто, короче. Народ, можно за это лайк поставить. Сейчас поговорим с Игорем о его хобби. Какое у тебя хобби? Программирование. Программирование вообще очень круто. Программирование и плавание. Да. А я в твоем возрасте уже рассказала, собирала такие вот отжвачек-вкладыши такие и читала. Ты знаешь, что такое отжвачек-вкладыши? Нет. Ну, там Дональд, там бегал, что-то там, вот игрался с Микки Маусом, вот такое в 14-летнем возрасте. Ну, хорошо, про хобби мы узнали. Скажи, какой твой любимый предмет в школе? Физика и информатика. Два любимых предмета. Не могу выбрать один. Ух ты. Слушай, хорошо, тогда вот так вот тебе говорим. А какой вот самый важный предмет один в школе для молодежи сейчас? Математика. Математика, вот уверен, да? Почему не физкультура, объясни мне? Ну, потому что математика это все-таки анализ всего происходящего, то, что нужно уметь. А физкультуру можно и самому, в принципе, подтягивать. Подтягивать саму физкультуру, да? То есть ты думаешь, без тренера люди могут заниматься физкультурой? Ну, либо к тренеру, либо самим. Могут все-таки, да? Да. Хорошо. Окей, а кем мечтаешь стать в будущем? Программистом. Программистом. То есть, значит, ты математика. Что еще у нас? Физика. Физика и информатика. И мама подсказывает, ты робототехникой увлекаешься. Да. И выигрывал соревнования по физике. Да. Да? Вообще, слушай, такой скромный молодой человек у нас. Не забудьте лайк поставить. Тогда идем дальше. Ну, вот про спорт еще расскажи. У тебя занятие спортом это только плавание или что-то еще? Это только плавание, но и периодически сам на турнике вешу или что-то такое делаю. А вот бегать ходишь, там фитнес подтягивать как-то? Редко, нерегулярно. Редко, нерегулярно. Ну, математику регулярно делаешь, да? Да. И физику. Хорошо, Игорь, математику делает, регулярную физику. Хорошо, тогда скажи мне, а что ты вообще знаешь про Арабские Эмираты? Про Арабские Эмираты я только знаю, что вы там работаете и все. Ну, хорошо, давай так, столица Эмиратов. Дубави вроде бы. Нет. Давай еще в город. Абудави. Абудави, правильно тоже. Мишка тоже со второго раза угадал. Давай, кто такой шейх Зайт, знаешь? Нет. Смотри, шейх Зайт тот шейх, который когда нашли нефть, он поделился со всеми и теперь вот у любого 14-летнего пацана может быть там Феррари, там Бугатти, вот такие машины, вот такой вот человек был. Вот ты представляешь, чтобы у нас кто-то из нашего правительства взял и поделился. Можешь такое представить? Нет. Нет? Вот это правильный ответ, честный ответ. Вот что да, не может. Хорошо, а так предположи, вот пожалуйста, еще Эмираты стоят на заливе, море или на океане. Одни стоят на Красном море, по-моему. Нет, на заливе, на заливе. На заливе? Скажу тебе, на заливе, потому что некоторые думают, что стоят на океане, но океана в Эмиратах нет, честно. На заливе, не помню, географию прогуливал. На Аманском и Персидском заливе, не стоят. А, что-то помню. Да, отлично, все, я рада. С нами был Игорь, давай кулачок. Всем за спорт, за математику, за IT. Все, всем пока. Не важно, кем станет Игорь в будущем. Великим физиком, айтишником или олимпийским чемпионом по плаванию. В любом случае, пожелаем ему удачи, и я рада, что у нас есть такая продвинутая молодежь. Всем привет, сейчас со мной Дима, и Дима тоже плавал у меня где-то в три года, да, Финкул пришел? Да, плавал. Плавал на соревнованиях, да? На спине плавал. Что выиграл? Серебро, золото? Ну, несколько раз золота, несколько сеток. Вот так вот, классный чемпион. Окей. Да, сейчас начинаем наш разговор. Так, Дима, какое хобби? Какое хобби у 14-летнего подростка? Наверное, мы это как-то... Ну, подумай, подумай. Вот я собирала вкладыши, какие оберточки от жвачек? Ну, я люблю коллекционеры крышки, машинки Патриллс. Крышки? Что за крышки? Крышки от пива. Крышки от пива? Да. И типа... А я баночки собирала иногда тоже. Ну, иногда могу как раз на таком замыкать и заняться на турниках, короче, элементы заниматься. О, на турниках элементы. Ну, молодец. Здорово. Окей, хорошо. Любимый предмет в школе? Вот какой тебе предмет больше всего нравится? География, алхебрегиометрия. Ого, молодец. География мне тоже нравится, люблю путешествовать. Но какой ты считаешь вообще вот для 14-летнего подростка сейчас самый важный предмет в школе? Ну, наверное, наверное, самый важный это родной язык и, наверное, предмет, который лучше всего понимаешь. Родной язык? Ну да, это правильно. Да, пожалуйста, гласусь. Хорошо. А кем себя видишь в будущем? Кем хочешь быть? Кем мечтаешь стать? Что у нас? Ну, наверное, архитекторам, так как у меня предметы, которые не понимаются, совмещаются тут и на этой профессии. Ну, и в принципе, нормально. Более-менее не нравится. То есть хочешь строить дома, проектировать что-то? Ну, ты знаешь, кстати, в Эмиратах, наверное, это было бы интересно. Не Воскребы хочешь строить или что-нибудь такое вот с коммуникациями? Такие обычные дома для людей. Те же парки, может быть. О, парки, парки. Это хорошо, интересно. Хорошо. Слушай, тогда еще такой вопрос про спорт. Занимаешься ли спортом? Занимался ли, кроме плавания? Занимался ли спортом, плаванием, в последнее время ничего не занимаюсь, но занимаюсь саморазвитием по типу легких упражнений на живот или дядю. Ну, в общем, ты фитнес делаешь, да? Да, фитнес. Легкий фитнес для здоровья, да? Да. Молодец. Хорошо, тогда пошли дальше. Давай так, что знаешь про Эмираты. Что-то знаешь? Вот так в голову, вот так, прикинь, так слово Эмираты. Дима такой, м-м-м, что в Эмират, что мы знаем про Эмираты? Ну, жаркая страна. Жаркая страна. Высокий. Угоден в жизни, так сказать. Ну, это правильно. Хорошо, давай от меня вопрос тогда. Столица Эмиратов. Ну, по Кулецам. Дубай, по Кулецам. Нет, еще один город. Мы про него говорим, сей. Абудах. Абудах, да, правильно. Хорошо, давай так дальше. Кто такой шейх Зайд, знаешь? Ну, это тот шейх, который, когда нашли нефть, он поделился и сделал всех людей богатыми, всех эмиратов сделал богатыми. Как тебе такой вариант? Такое возможно в нашей стране? Ну, возможно, только этого больше сейчас. Зависит от населения сейчас. То есть у нас может быть такой президент, который поделится, и мы будем богатыми? Ты в это веришь? Ну, бы говоря, прессовать правительство и все. И не сидеть смирно, пока разморозь становится. Ну, то есть ты в это веришь? Все возможно, да? Угу. Ну, отлично, что молодежь верит в наше будущее. Окей, тогда последний вопрос. Эмираты стоят на заливе, океане или на море? На заливе. Правильно. На каком заливе, не помнишь? Ну, не помню, но рядом, в Индийском океане. Ну, рядом, но он так очень-очень далеко. Кстати, иногда проводят экскурсии на Индийский океан, но Индийский океан там нет. Они в Ренгжанг-бассейн Индийского океана, это правда. Но там, знаешь, так глубоко, у Атаманского, Персидского идет вниз-вниз, проходит Индию. И вот там на Шей-Ланке, вот там Индийский океан. То есть, ну да, ты прав, когда на заливе. Все, Дима, спасибо. Давай получим, чтобы вы с нами. Все, ставьте лайки. А Дима сказал очень важную и правильную вещь. Самый важный предмет тот, который ты понимаешь. И, наверное, тот, который поможет тебе в будущем. В любом случае, Дима, станешь архитектором, приезжай в Дубай. Тут столько всего строится. Ну что, мои хорошие, вот такое у меня видео сегодня про моих любимых троих пацанов, про подростков, чем они живут, чем дышат, что собирают, какое хобби. Кстати, удивительно, за мной Дубай, за моей спиной. Именно Дубай сначала они определили, как столицу, но потом исправились и назвали Абудаби. Вот такие у меня смешленые ребята. Пишите в комментах, чем живут ваши дети, чем жили вы, как у вас дела, любите ли вы Дубай. Подписывайтесь, ставьте лайки, будьте здоровы. Следующие контенты только про Дубай. Поехали!